Приветствую вас. Желание вернуть человека хорошее. То есть хорошо, что вы хотите человека вернуть, но человек не вещь, человек не предмет, который можно возвращать, который принадлежит вам. И потому следует более деликатно, наверное, воспринимать то, как вы взаимодействуете с человеком. Во-первых, нужно понять, из-за чего вы расстались, из-за чего вы его бросили. Это первое. Это очень важный момент, потому что даже если вы вернете человека, даже если вы вернете в отношения, все равно те проблемы, которые у вас могли быть, те проблемы, с которыми вы могли столкнуться, они, те проблемы, будут о себе все равно давать. Знать. Вот. Страх потому, что, ну, извините, если есть какие-то вот трудности, да, ну, 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 между вами. Если были, если были, если были какие-то трудности между вами, то, как бы это знать, скорее всего, да. Поэтому, эээ, да, тот факт, что вы хотите человека вернуть. То есть, эээ, это хорошо, но это, к сожалению, мало. То есть, эээ, крайне желательно, чтобы вы, вот, еще и понимали, из-за чего вы расстались и просили себя, готовы ли меняться, готовы ли вы меняться, готовы ли вы, готовы ли вы что-то менять вот, по, ну, по отношению к мужчине, вот. Потому что, если нет, если не готовы, то пытаться отношения вернуть, ну, ну, далеко не, не самый лучший вариант, вот. Если честно, то заранее это обречены на провал. Дальше. Вы пишите о том, что, значит, были попытки снова встречаться. Попытки, может быть, и были. И это, конечно, хорошо, что были попытки. Но, ээээм, с всей стороны, это первое. Второе, это, вы пишите, что, когда этого хотел я, не хотел он. И когда этого хотел он, не хотел я. То есть, вот, эээм, мне кажется, это, как минимум, странно. То есть, такое ощущение, что вы играете в, эээм, играете в игру, да, вот, такое ощущение, что вы играете в игру, а ты приближаешься, я отдаляю, я отдаляю, ты приближаешься. Вот, в таком у меня впечатление. Складывается. То есть, здесь, эээм, если я прав, имеет место быть страх близости эмоциональной, духовной, может быть, даже физической близости. Вот. Это детская игра, которая представляет из себя, к сожалению, проблематику личной границы. То есть, то, что у вас, эээ, имеет место быть, вот, такого рода трудности, это про личный границ ваш. Ну, про, проблему личный границ, скажем так. И это очень важно вам для себя понимать. С другой стороны, важно, эээ, понимать значение молодого человека для вас. То есть, ну, вы, ну, вы же, эээ, почему-то вели себя с ним вот именно так, как вели. Да? То есть, я имею ввиду, вы, эээ, почему-то, эээ, отказывались, например, с ним, эээ, включаться, когда этого, ну, когда этого хотел мужчина. И есть ощущение, такое, по крайней мере, у меня есть такое ощущение, что, ээээ, это вот некая такая, некая игра. Вот, некая попытка, доказать, эээ, что-то. То есть, мягко говоря, не совсем, эээ, ну, мягко говоря, не совсем, эээ, ну, мягко говоря, не совсем озрело от. Вот. Ну, обвинять вас, эээ, в любом случае, я ни в чём не буду, да? Просто говорю сейчас о том, как это выглядит. Дальше. Значит, я и сказал вам, что тоже встречаюсь с парнем, и у нас им всё хорошо. Дело в том, что, на самом деле, я очень хочу его вернуть. А, скажите, а вот, ну, вы хотите его вернуть, эээ, зачем? То есть, вот, какая, ну, какая цель? Если вы хотите его вернуть, то почему тогда обманывали его? Ну, обманули его, и сказали, что у вас уже есть парень. Вот. То есть, это немного, немного странно, я бы сказал. То есть, вот, такое ощущение, такое чувство, да, что вы боитесь показаться человеку слабой. Может быть, такое ощущение, что вы боитесь показать человеку свои чувства. Вот. И так далее. То есть, как будто вы сами, сами, эээ, как будто вы сами стыдитесь, ну, сами стыдитесь своих эмоций, сами стыдитесь своих чувств. Вот. Выглядит это всё так, вот. Ну, а также вы не пишите, что любите мужчину. Вы пишите, что просто хотите его вернуть. Вот. Мне кажется, что вам его не хватает сейчас. Но природа не хватает его. Вау. Для вас остаётся, на мой взгляд, нересённый. Не понятый. Дальше. Вы пишите, посоветоваться не с кем. Ну. Смотрите, какая штука. Как ни парадоксально, но у того, что вам не с кем посоветоваться, тоже есть причина. Причина. Например, причина может быть в том, что вы, ну, не очень коммуникабельный, коммуникабельный человек. И причина может быть в том, что вы, ну, скажем так, сложно идёте на контакт с людьми. Из-за чего он повышается мотивация, ваша мотивация, быть этим человеком. и когда и если мотивация повышается, то появляются трудности, появляются трудности в виде не совсем естественного, поведения, ну, вот, с вашей стороны, например. То есть вы, как бы, чересчур заинтересованы в мужчине. Слишком много ваших проблем человек должен решить. Слишком много вы на него возлагаете, например. И это, конечно, очень трудно, это очень тяжело, это нагладывает определенный впечаток, безусловно, на отношения, на взаимодействие. Вот. И, на мой взгляд, вам стоит на это обратить своё внимание, на то, а не чересчур ли я зависим от человека. Не чересчур ли я, там, к примеру, как-то вот сверхмотивирована, или сверхзамотивирована на то, чтобы быть, вот, собственно, с ним. Вот. И если я замотивирована, вот, то чего я конкретно хочу. Вот. Вот. Это очень, очень важный момент. Смотрите, сейчас у меня нет такого ощущения, что вы это для себя понимаете. Вот. 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 Рассказали бы нам. Немножко. Попробнее о нём. О том, например, что это за человек. Вот. Какие у него ценности. Допустим, мы бы смогли бы в таком случае вам помочь и смогли бы подсказать. Ну, и то с изрядной долей вероятности, потому что это всё-таки другой человек, это не клиент. А вы сейчас пытаетесь просто понять другого человека вместо себя. Вот. Ну, это крайне бесперспективно. Потому что другого человека понять очень сложно. Хотя бы по той простой причине, что люди сами себя не понимают. ну, совсем не всегда понимают вообще мотивы своих действий. А вы пытаетесь понять этих людей, вы пытаетесь понять сейчас мужчину. то есть нужно вам больше ориентироваться на себя, на мой взгляд. Вам нужно больше ориентироваться на свои чувства, на свои эмоции. Вам необходимо разобраться с своими переживаниями. Вам необходимо понять, что конкретно вы переживаете, что конкретно вас волнует, что конкретно вас беспокоит. Вот. Потому что сейчас это скорее непонятно, почему понятно. Да? Ну, потому что вы вроде как хотите человека вернуть, но в то же время не хотели с ним мириться. Вы вроде как, там, тяготиете к человеку, но при этом не говорите, что любите его, а хотите его вернуть, как будто он в какой-то степени вещь. Я понимаю, что я утрируюсь сейчас, но мысль мою, я надеюсь, вы понимаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.